Это вторая часть видео, в котором я буду рассказывать об ошибках начинающих 3D художников. Итак, начнем! Ошибка номер один — это не доводить работу до логического конца. Например, ты сел моделировать какой-то декоративный набор с вазочками. И вот уже есть несколько предметов, какая-то композиция. Но до готового результата тоже далеко, ведь предстоит сделать еще очень много действий. И вроде уже и скучно, и устал, и времени много потратил. И закрываешь этот проект с мыслями, что все, я устал, больше не могу, потом доделаю, а сейчас переключусь на что-то еще. На следующий день ты начинаешь моделировать какого-то робота и тоже бросаешь. Потом берешься за персонажа, еще что-то и так до бесконечности. По итогу не имея ни одной завершенной 3D модели или визуализации. Таким образом, ты тратишь очень много времени на работу, которая не имеет никакого результата. Тебе нечего выгрузить в портфолио, нечего показать другим людям. Можно сказать, что работа проделана просто в стол. Да и сам потом будешь ходить и осознавать, что вот я сдался, ничего не получилось. Так почему же такое происходит? Причин может быть много. Самая банальная, выбранная тематика или 3D модели не совсем тебе интересны. И только начав их моделировать, ты понимаешь, что быстро устаешь, угасаешь и просто не хочется их делать. Такое бывает. Потому что в начале своего творческого пути не всегда можно сразу определить, что будет на самом деле интересно и легко даваться. Я в начале тоже долго не могла определить, что мне моделировать. И поскольку моя деятельность связана с архивизом, я смотрела в сторону красивых люстр, растений, лепнины, ну и все такое. И я была абсолютно уверена, что я хочу их делать. Но когда я начала их моделировать, я поняла, что в определенный момент мне стало скучно. И что одно дело смотреть на них со стороны и восхищаться, а совсем другое дело пытаться моделировать их самостоятельно. Также одна из причин быстрого угасания – это ставить себе слишком сложные задачи. Особенно в начале своего творческого пути. Это приводит к очень быстрому выгоранию. Ведь чтобы достичь готового результата, тебе придется пройти через сложнейшие этапы, которые занимают много времени и потребуется много всего изучить. Также одна из причин быстрого охладевания каким-то проектом – это хотеть быстрого результата здесь и сейчас за один вечер. И когда ты понимаешь, что быстро не получится и придется сидеть еще несколько дней, то начинаешь очень быстро охладевать и убирать эту работу в самый дальний ящик, как правило, навсегда. Поэтому, чтобы такого не происходило, нужно всегда начинать с самых простых задач. Посмотреть, какие есть направления и тематики. Посмотреть в интернете, как другие авторы делают те или иные модели. Ведь мы проходим такие сложности в изучении 3D-графики не для того, чтобы занять свое свободное время этим вечером, а для того, чтобы создавать что-то свое, красивое, уникальное и неповторимое. Ошибка номер два. Делать, лишь бы сделать. Не заморачиваться над подачей, пропускать какие-то детали. Это когда ты по-быстрому начинаешь делать какую-то 3D-модель, чтобы как можно скорее отправить ее на продажу на сток, в надежде на скорую прибыль. Ну или просто для заполнения портфолио, лишь бы чем-то. При этом то, что ты делаешь, тебя не вдохновляет. Делаешь, лишь бы сделать без мотивации, без желания, без интереса. Ты не уделяешь внимания каким-то мелочам. Не заморачиваешься с подачей, с материалами, освещением и всем прочим. Вот как получилось, так и получилось. И так пойдет. К сожалению, такой подход не работает. Во-первых, если ты делаешь 3D-модель для продажи на стоке, то она должна быть очень хорошо проработанной. С учетом различных деталей и мелочей. Ведь детали очень важны. Они задают работе реалистичность и завершенность. Должна быть проработанная чистая подача с хорошим освещением. И ведь можно сказать, да зачем мне все это надо? Разве и так не будут покупать? Всегда нужно помнить о том, что на стоках огромная конкуренция. Если ты сделаешь плохо, то твою модель никто не купит. Она будет висеть годами. Если превью будет серое и невыразительное, то люди будут просто проходить мимо. Тот, кто покупает 3D-модель, явно делает это не просто так, а для того, чтобы использовать ее в своей работе. Например, дизайнер собирает интерьер, и ему нужны самые лучшие, красивые и детализированные модели. Потому что потом он будет показывать этот интерьер своему заказчику. Чем лучше проработана модель и ее подача, тем больше шанс, что купят именно ее. Поэтому не нужно лениться и думать, что эти детали никому не нужны. Уж поверьте, нужны. Еще и как. То же самое касается и портфолио. Я понимаю, что новичкам очень сложно, и поначалу создать портфолио просто не из чего. Пусть это будут простые работы, но старайся делать их хорошо, и главное, чтобы эти работы были завершенные, доведенные до конца. Не стоит выкладывать все, что попало. Ведь портфолио – это твое лицо, и потенциальные заказчики будут оценивать твои возможности именно по портфолио. Поэтому старайся выкладываться на все 100% и делать хорошо. Ошибка номер три – это воровство. Никогда и ни при каких обстоятельствах не воруй чужие 3D-модели, визуализации, концепты и прочее. Каждое произведение, которое выложено в интернет, имеет своего автора, и все права на его работы закреплены именно за ним. Человек потратил годы, чтобы научиться, старался делать хорошо и красиво, чтобы была возможность иметь с этого доход и жить. Ведь никто не работает бесплатно. Когда мы приходим в магазин, на кассе мы платим денежку за те или иные товары. Мы не можем бесплатно взять вещь в магазине и пойти еще и продать ее где-то. И не говорим о том, что она была создана нами. Также и тут – нельзя перепродавать чужой труд и выдавать чьи-то заслуги за свои. Я часто вижу на стоках обсуждения, где люди жалуются, что их модели были украдены, и перепродаются либо на том же стоке, либо где-то еще. При этом воруют модели как целиком, так и частями. Например, из чужих 3D-моделей компонуют декоративные наборы или целые комнаты. И такие комнаты выставляют на стоках за большой ценник. Некоторые хитрецы вправят немножко сетку на украденной 3D-модели и также отправляют ее на продажу. Однако визуально, если сравнивать такую исправленную модель с оригиналом, то отличий будет очень мало. И понять, что модель была собрана не с нуля, а именно украдена и немножко исправлена, очень просто. Поэтому, если кажется, что этого никто не заметит, то это большое заблуждение. Например, на том же 3DD есть очень много неравнодушных людей, которые быстро находят такие модели и вычисляют воришек. На них подаются жалобы и, как итог, модели удаляются. А аккаунты нарушителей отправляются в пожизненный бан. То же касается копирования чьих-то идей, концептов, артов, персонажей и прочего. Не нужно копировать чужую работу и выдавать ее за свою. Работай только над своими идеями и не влезай ни в какие мутные истории. Ошибка номер 4 – это работать без референсов и не анализировать чужие работы. А также садиться за моделирование без конкретных идей. Что-то вроде «я начну с кубика», а там дальше «что получится, то и получится». Большое заблуждение думать о том, что если я посмотрю чужие работы, то буду автоматом их копировать. И что все эти работы чужие мне просто ни к чему. У меня есть своя собственная фантазия, я сейчас ее включу и все получится. А все эти сторонние картинки только захламляют сознание. Конечно, у человека может быть богатая фантазия и здорово, когда он точно знает, что ему нужно делать. И у него получается все и сразу. Но что делать, когда нет определенности, идей мало, а фантазия не работает? Смотря работы других авторов, ты анализируешь, как сделаны те или иные вещи. Почему что-то выглядит красиво, а что-то наоборот блекло, и это не нравится, и так делать не нужно. Здесь не идет речи о копировании. Копирование – это когда ты целенаправленно повторяешь чужую работу. И нужно очень постараться и иметь определенный опыт, чтобы повторить все в точности. Не нужно думать, что референсами пользуются только новички. Референсы – это один из важнейших этапов начала любого проекта, независимо от уровня опыта человека. На референсах ты можешь посмотреть, как другие авторы работают над той или иной стилистикой, как строится освещение и на чем сделаны главные акценты, как сочетаются цвета, ну и так далее. Референсы способны очень вдохновлять и мотивировать. Когда ты видишь что-то прекрасное, то в голове начинает рождаться. Вау, я тоже так хочу научиться. Увидев гармоничные сочетания, рождается множество идей. И становится гораздо проще определиться с тем, что бы ты хотел сделать. И ты уже будешь садиться за работу не с пустой головой, а наоборот подготовленный, мотивированный, воодушевленный и с новыми идеями. И пятая ошибка – это делать запрещенные модели. Например, нельзя моделировать оружие или отдельные его части для печати на 3D-принтере. Также не все производители допускают изготовление 3D-моделей своих изделий. И уж тем более использование их в коммерческих целях. И ведь можно задать логичный вопрос. Разве какому-то производителю будет плохо от того, что я сделаю 3D-модель его дивана? Ведь потом дизайнер разместит модель этого дивана в свой проект, а заказчик придет в магазин и купит этот самый диван. И вроде же все счастливы. Так вот, здесь не все так однозначно. Одни производители абсолютно лояльны. Но есть большое количество производителей, которые запрещают использовать уникальный дизайн своих изделий. И тем более монетизировать его другими людьми. Также некоторые компании изготавливают собственные 3D-модели и распространяют их бесплатно, либо же через свои собственные страницы на стоках. И сторонние модели не допускаются. За этим строго следят. И по запросу компаний, стоки удаляют такие сторонние модели. Самое распространенное – это дизайн автомобилей, персонажей, а также некоторые мебельные компании, которые не допускают моделирования своих изделий. Поэтому прежде чем делать какую-то конкретную модель, нужно посмотреть в интернете, есть ли какие-то ограничения. Можно почитать те же форумы. Это позволит избежать каких-либо проблем, а также напрасной работы. Ведь будет мало приятного, если ты старался, что ты очень долго моделировал, а сток удалит твою работу. Поэтому таких ситуаций нужно избегать. Вот такие получились ошибки новичков. А на этом у меня все. Всем пока!